Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Если в начале проекта 6% арендаторов торговали на рынках без госрегистрации и 65% без касс, то сейчас все зарегистрировали свою деятельность и купили кассовую технику. Правда, не все ею пользуются, что является нарушением закона. Только в ноябре установлено 20 нарушителей, из них 6 пойманы не первый раз. Чаще всего речь о том, что при покупке не выбивают чек. Проверить корректность и подлинность чека можно, кстати, через мобильное приложение от налоговой проверки чека. Программа Экономика. Покупка жилья через Эскроу-счета выросла в Кировской области в два раза. За первые 9 месяцев года в регионе сдано почти полторы тысячи квартир в домах, построенных с использованием этого механизма, призванного защитить деньги покупателей. Всего с момента перехода на механизм проектного финансирования сдано более 2,5 тысяч квартир, сообщает Кировское отделение ЦБ. Застройщикам со счетов Эскроу перечислено почти 5 миллиардов. С начала года показатели вырос более чем в два раза. Сейчас на счетах, откуда застройщики только после завершения работ могут получить деньги, размещено около 6,5 миллиардов рублей. Рост к началу года – 77%. Экономика на 101 ФМ. Дали информацию от наших партнеров. Любой бизнес, даже социальный – это всегда деньги и цифры. Сколько вы затратили? Сколько с этого имеете? Где ваши деньги? Насколько соответствует вложение состоянию бизнеса и планам? Без ответов на эти вопросы долго существовать не получится. Эти ответы, как отмечает руководитель компании-бухгалтерья Татьяна Максимчук, находятся всего в трех отчетах, которые всегда должны быть. Это отчет о движении денежных средств, то есть сколько остаток на начало, сколько пришло, куда ушло и какой остаток на конец. Отчет о доходах и расходах. Его еще называют отчет о прибылях и убытках, ПНДЛ. Отчет о финансовом результате в бухгалтерии его называют. Вот он как раз показывает, сколько вы заработали. Третий отчет – это баланс. Он показывает вам, где деньги, кому и сколько вы должны. Он расписывает ваш бизнес на цифрах, то есть стоимость вашего бизнеса фактически показывает. И ваши обязательства. Шагов к порядку в ваших финансах тоже всего три. Сложных, если не пробовали их пройти, но вполне понятных специалисту. Приходите на первый в Кирове авторский семинар «Финансы для нефинансистов». 3 декабря руководители компании-бухгалтерья Ольга и Татьяна Максимчук разложат все по полочкам и даже научат масштабироваться на основе цифр. Подробности о регистрации на сайте бухгалтер 043-инфо.ру, телефон 213-112, возрастное ограничение 18+. Экономика. Завершение валютах. Доллар сегодня 74,98 рубля, курс евро 84,48 рубля. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.